ребята всем привет вы на канале mjc и в этом видео мы продолжаем звать в нашу студию интересных специалистов с интересными эти специальностями чтобы задать им интересные вопросы и в этот раз у нас гостях владислав владислав слова тебе представься пожалуйста и поприветствуй наших зрителей всем привет я влад я security инженер в японии и надеюсь расскажу вам что-нибудь интересное про security если вам отлично что же тогда сразу перейдем к вопросам так сказать сразу к делу ты сказал что ты security инженер помоги пожалуйста нам разобраться какие вообще security специалисты бывают и чем они занимаются секрите специалистов очень много на то есть у нас есть ну как как прикладной security так и governance то есть и на самом деле наверное всех я даже не перечислим потому что даже наверное не всех знаю то есть от бумажной security он понятное дело физика security может быть да вот если мы говорим просто про жениться цикл по то есть у нас на этапе дизайна есть какой не секрети секрети архитект допустим вот на этапе там тоже там сбора требований у нас есть тоже какой-нибудь application security инженер который собирает секрети требования и превращает а там в секрете риск ассайл монстр моделинг и все остальное у нас есть соседи у нас есть то вопс соответственно есть да все копс то есть добавляется security довольно есть еще более хитрая дефтест секопс но это уже прям сразу все там и и тестирование короче универсальный инженер а есть секрети тестировки да то есть там есть penetration тестировки зависимости просто от типа секрети тестирования да то есть есть они разные вот в любом случае есть тот кто тестирует безопасность и уже когда он у нас приложение она уходит релиз кто-то должен вот мониторить что вот никто не взломал мониторить все инциденты и каким-то образом реагировать то есть здесь уже ребята там так называемый блюти секрети прешен центр найти security администратор и так далее то есть там тоже много своих ролей который занимается именно уже безопасностью после релиза приложения и вот все кого ты упомянул это все разные люди ну конечно заказчику хочется чтобы это был один человек чтобы платить меньше и универсальный инженер но да то есть в достаточно большом приложении достаточно большой компании это будет все разные люди да то есть но если мы возьмем маленькое приложение до которой там не содержит себе каких-то sensitive data там либо у него нет высоких требований по безопасности да возможно там ну конечно там тогда наверно каких-то секрет инженеров не будет потому что но зачем нам платить за безопасность того где нам безопасность не нужно но да то есть в целом максимальный вариант да это будет все разные люди минимальные в зависимости от приложения насколько у нас страшно сколько нужно нам там безопасность а как вот происходит нужно ли заказчикам например объяснять что им например нужно security в их проекте нужны какие-то отдельные специалисты которые только этим буду заниматься и насколько заказчики сейчас вообще понимают что нужно им это или не нужно ну современном мире да то есть надеюсь вы все смотрите новости до читаете где-то их очень много взломов да то есть из недавнего да то есть хакеры просто положили газопровод в америке фактическую компанию которая занимается и соответственно где-то в южных кажется штатах да то есть какое-то время фактически не было бензина да ну ну или там его было достаточно мало соответственно по таким крупным случаям многие начинают понимать что если вот безопасностью не озаботишься то соответственно может произойти что-то такое так как это постоянно в новостях плюс помимо таких новостей да за последние годы появилось очень много стандартов о безопасности а да то есть такие как вся дсс хипа для health care евросоюз тоже на там свой выпустил до забыл как называется теперь вот же теперь у евросоюза есть gpr и соответственно даже если заказчику не нужно security как того но он считает что ему security нужно ему вдруг говорят что а вот смотри вот 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 есть compliance да и если ты его не сделаешь то ты потеряешь много денег когда он начинает разбираться что же такое compliance то он видит там очень много требований по security и соответственно ему уже не нужно объяснять что ему нужно security потому что вот он всего лишь прочитал один документ ему там понятным образом объяснили что если ты не сделаешь compliance тебе придется оплатить огромнейшие штрафы которые могут просто закрыть в бизнес вот и и получается прекрасная да то есть уже сами приходится понимаем что им нужно ну скорее нужно объяснять кто конкретно да вот я перечислил много разных инженеров да то есть заказчик приходит мне нужно security вот ты ему начинаешь так хорошо тебе нужно security смотри вот вот и что-то вот это вот это вот это что тебе нужно вот я почитал что мне в компании нужно да там security хорошо давай значит смотри ну давай давай определяться что тебе нужно да то есть и уже да вот вот такие вопросы будут то есть как как вообще security понимание есть что нужно что конкретное из вот вот это вот множество инженеров вот здесь нужна помощь обычно хорошо можешь ли ты подробнее рассказать какое место вообще вот в целом в жизненном цикле разработки кого-то продукта занимают security инженеры и ну как бы где они вот встраиваются в целом вот в систему разработки софта на каком этапе не нужны собственно да тут есть такая небольшая нас презентация да и так так попытка номер два запустить на как видишь да у нас есть в обычном цикле разработки поло всем фаз первую очередь мы начинаем с чего с тренировки ну то есть программист не может написать код если он не знает как писать код если он не знает как написать безопасный код он напишет безопасный код точно так же но совсем всей команды то есть и тестировщик может протестировать сразу там как бы если у нас какие-то и заместили нет поэтому в первую очередь чего желательно начать еще даже до того как мы там собрали команду да вот начали собирать ее вот-вот нанимаем инженеры говорим почитай как нужно сделать правильно то есть изначально тренировка логично то есть не будем здесь останавливаться дальше да то есть у нас начинается сбор требований то есть статья планирования проекта то есть мы должны понимать что у нас должно быть на выходе а вот здесь то там есть такие активности как секретарь искаса спорта он как раз таки помогает собрать крюти требуем то есть мы у нас разные данные мы должны понять вот вот где какие данные у нас sensitive где какие требует комплаенса и выстроить модель где у нас какие риски и соответственно от этого уже плясать и понимать вот здесь вот мы прям будем защищать вот здесь нибудь кто собирает эти секьюрити требования здесь может быть но на самом самом начале проекта это может быть критер архитектор который под прям прям с нуля пытается все это выстроить а есть еще так application security инженер он вот но обычно он уже скорее больше на саппорте да то есть уже когда чего-то есть и нужно для новых фич проводить вот вот все вот это вот а потому что но у нас же все таки agile обычно по все повторяется повторяется но в целом application security инженер это может выполнять на самом начале да по факту вот вот эти вот действия может выполнять чаще всего ну два вида инженеров либо архитекторов либо application security инженер то есть как пример да то есть что на выходе изначально получается это вот вот такие вот красивенькие таблички до что допустим да то есть пример у нас какой-нибудь магазин первый пример это данное это какие у нас есть вообще товар магазине вот по факту ну это не секрет то есть но заходите смотрите что у нас есть наличие вот соответственно вот здесь вот на конфиденциальности конфиденциальности данная конфиденциальности у нас нету никаких рисков потому что это публичная данная если же человек зайдя там в магазин да не сможет их получить либо кто-то их подменит и там будет отображаться совершенно другие данные соответственно но у нас никто не сможет ничего купить значит если внешний атакующий вот сможет что-то сделать с этими данным либо удалить их либо изменить это для нас плохо соответственно на конфиденциальности мы грубо говоря не обращаем внимание при защите нашего приложения в то время как на доступность и целостность отправляем все силы ну и соответственно у нас ложишь разное могут быть там атакующие как бы то есть теоретически у нас сотрудник нашей компании имеет некий привилегированный доступ мы там не знаем может такие случаи да когда сотрудник просто там решил решил отомстить компании каким-то причинам да теоретически у нас сотрудников немного вероятность что вот он так начнет мстить небольшая соответственно мы считаем что вот риск он низкий либо мы там сто процентов вообще доверяем нашим сотрудникам и говорим что здесь риска нету все хорошо а вот но во втором примере да то есть у нас уже данная о платежах здесь уже там включается compliance и все остальное и у нас уже риски соответственно повышается и вот на основе уже вот таких вот табличек да мы можем понимать какие у нас требования то есть для первого примера с данными мы наверное там сильно заморачиваться не будем по безопасности да ну то есть они паблик пожалуйста берите вот уже на данные для платежей мы конечно уже включим режим парано и начнем соответственно накидывать как можно больше требований что нам нужно имплементировать системе там фейерволы скажем да там валидацию так далее так далее дальше у нас уже после когда у нас есть требования мы начинаем рисовать архитектуру приложения понимать что мы как мы будем имплементировать здесь начинается такие активности как моделирование угроз срыв модеринг здесь мы работаем что-то типа диаграммы вообще но архитектурный посмотрим какие у нас есть компоненты как их можем мы защитить как коммуникацию между них мы можем защитить и работаем над такой моделью да то есть мы еще не начали писать код мы работаем над моделью продумываем все возможные угрозы да то есть срец для нашего приложения и как от них защититься то есть вот mitigation planning то есть подберем те вещи которые нашли в моделировании и планируем защита от них также attack surface analysis то есть но даже наша модель дает нам некую картинку то есть у нас там не знаю атакующий может зайти там напрямую на сервер то он может там не знаю напрямую на сервер базы данных пойти а вот ну и мы понимаем что вот вот входов много и нам нужно как-то их максимально уменьшить то есть наверное нам не стоит выставлять допустим сервер базы данных в интернет наружу вот такая еще вот активность именно attack surface analysis называется да вот то есть мы анализируем где откуда может зайти атакующий и пытаемся уменьшить ну чем меньше входом соответственно нам лучше например да то есть архитектурная диаграмма так вот простенького приложения до того же самого можно сказать что нашего магазина да как было предыдущем примере то есть нарисовали простейшую какую-то диаграмму то есть у нас там есть какой-то load balancer есть несколько серверов ну и какая-то система для оплаты вот то есть ну это просто архитектурная диаграмма но она нам помогает понять ну вот вот допустим трасс банк бордер компании network нам помогает понять откуда может заходить атакующий то есть если у нас load balancer только смотрит во внешний интернет здесь уже уже хорошо что ну скорее всего любой человек в интернете он не сможет ну там напрямую к веб-серверу подключиться да и там знаю там база данных скорее всего тоже лежит не сможет его тянуть ему надо как-то сначала взломать load balancer только потом он уже сможет ну или залезть сначала в сеть компании ну вот после того как мы все продумали нам это что-то типа вот такой таблички составили да то есть риск у нас да то есть пример атакующий может залогиниться как какой-то другой юзер то есть как он может это сделать либо забрать форсить креденшала да то есть перебрать все возможные логины и пароли соответственно нам нужно как-то защититься от бортфорс да то есть там конец фейервол капчу и так далее да как второй вариант может быть допустим искали джекшн в логин форум да то есть он берет вводит добавляет к юзерней мое скелевский код и система выпускает потому что потому что соответственно мы должны валидировать данные что у нас действительно там приходит эзерней мани какой-то код аналогично да то есть допустим и горим у нас есть риск того что хакер может украсть куки соответственно чтобы от этого защититься опять же ставим флаги на думаете теперь он ли на куки и опять же да как бы это может быть произойти при помощи xss да соответственно когда мы отображаем какие-то данные для приложения мы перед отображением их будем так сказать санитазе то есть там валидировать вырезать нам лишние символы ну то есть подходов разное могут быть но какой-то из них мы выбираем и имплементировать мы разрабатываем здесь вроде как все понятно то есть берем и пишем код но вам хотелось бы чтобы этот код казался еще безопасно к счастью для нас уже провели некую приготовительную работу в виде моделирования угроз которым нам горится так хотим защититься от такой атаки надо писать вот так вот код а соответственно в идеале конечно когда мы там разрабатывают конкретную историю да у нас под эту историю вот какая-то была связка с этой табличкой да что вот вот конкретно тебе применимо вот это вот это вот это будешь писать код не забывай про эти требования и имплементировать то есть код это пишут уже обычные разработчики но связки с security инженером который им сказал вот что могут быть потенциально такие-то угрозы и вот как от них можно защитить да 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 ну в целом конечно так как у нас не просто программиста которые прошли security training то они будут еще использовать наилучшие практики для этих технологий ну и там целом какие-то стандарты и на техники да ну конечно же они будут исправлять все security проблемы сразу же очень очень на это надеяться ну конечно там документация тоже в этом случае без нее никак то есть мы мы должны когда на проекте будет устроена это уже нюанса да ну то есть допустим как вариант когда мы думаем вот вот надо разработать вот эту новую историю да мы можем вот такой локальный сайт модеринг а проводить то есть вот там у нас вот функционал по сбросу пароля что здесь может пойти не так да и мы там накидываем если будет там токен слишком маленький его могут катать так хорошо значит нам нужно длинный таким а вот и вот вот просто такой брейнсторминг что может пойти не так на каждую историю то есть у крупных специалистов по моделированию угроз да есть такая вот поговорка что не волнуйтесь если вы делаете плохой срок модеринг любой срок модеринг хотя бы минимальный лучше чем ничего то есть делайте плохо но делаете это это уже хорошо вы прекрасно должны понимать что кост да ну то есть стоимость фиксинга бага чем раньше мы пофиксим тем это меньше тем программисту соответственно меньше работает а то есть то ли он сразу изначально написал хороший код то ли он вот там через полгода вернулся начал разбираться что там в этом коде да как бы и начал фиксить а вот это эфорта намного больше то трудозатраты огромная ну и соответственно заказчик за это очень много заплатил денег вот поэтому даже но вот если вы ленивый пишите сразу безопасный код просто будет меньше работы а вот поэтому лучше вот хотя бы какой-то моделирование угроз проводить чем чем ничего то есть пусть вы делаете это неправильно но делаете ну и соответственно да у нас есть много различных тулов да там саст до статика а секрети тестинг до код ревью конечно же наше все ну и автоматическое тестирование например фазинг тоже нам поможет выловить какие-то проблемы вот только-только когда наш код написан и белочи то есть вот здесь вот как раз таки дася и сиди уже начинается наша да у нас появляется да все копс который может вот автоматизировать саст даст и остальные после того как это вот все прогналась ну verification уже и и ручная толщина это соответственно появляется у нас какой-то скрипт секьюрити тестер и вот он уже там ну будем надеяться что вот все автоматические тулы они уже автоматом прогнались да ну теоретически у нас и тестер может конечно же это все запускать особенно где-то на первых этапах да у нас еще не все все сиди и уже проводят ручное тестирование секрети тестировщик а вот то есть их там разные виды то есть вот секрети тестинг это подразумевает в целом как бы все все различные виды да то есть penetration тестинг это такой как подвид секрети тестинга который обычно даже целью ставит там не найти все возможные проблемы в там приложении или инфраструктуре а скорее добиться какой-то цели допустим цель может быть сам увести деньги у компании или там увести какие-то конкретные данные вот penetration тестинг неважно как главное главное добиться цель в то время как секрите тестинг может быть то что называется секрети ассасмата вот это как раз таки пытается найти абсолютно все проблемы в приложении да то есть максимально не обязательно их там в глубь копать до того чтобы прям украсть какие-то данные да но найти максимально то есть ну да как бы любит обычно аналогию с домом до в котором стоит сеть что penetration тестинг это добраться до сейфа вытянуть оттуда все секрети ассмата тот пройти по периметру дома до обнаружить все форточки через которые ты можешь залезть проводим тестирование находим все баги но и тут мы все еще не расслабляемся да релиз релиз происходит во первых наши компоненты какие-то устревают да то есть там появляется уязвимости нам нужно обновлять компонент да то есть неважно там это операционная система конкретно рантаем наш там java python все что угодно то везде появляется уязвимости везде нужно обновлять да опять же ну кто-то когда наше приложение уже в продакшене кто-то наверняка захочет его взломать нам нужно мониторить что происходит кто пытается взломать и каким-то образом реагировать а вот и опять же да то есть развернуто было на тестовой среде там могли быть свои проблемы по безопасности развернули на продакшене там могу что-то произойти совершенно новое нам нужно опять же убедиться что вот при этом переносе все все как бы произошло гладкой и из-за меня из изменений инфраструктуры не вытекло чего-то плохого для нас а вот конечно на продакшене прям полноценный пентест страшно проводить не всякие это захочет поэтому проводится но некая ограниченная да то есть набор чеков вот это вот так вот в целом основные фазы что у нас происходит отлично это это было интересно тогда идем дальше все кто так или иначе наверное сталкивался с security наверняка слышали аббревиатуру васп а можешь ли ты рассказать что это что это в первых в первую очередь это проект последнем по это project open web application security project то есть open ну так сказать как как open source то есть открытая значит теоретически любой может вступить наверно со своими нюансами не пробовал вступать поэтому не скажу но да то есть это некий такой консорциум специалистов и они делают очень много хороших замечательных вещей от документации какой-то от подбора как о вас top 10 это набор 10 самых опасных актуальных рисков для там веб-приложений для мобильных приложений для уйти приложений и для 5 то есть это вот один из их проектов наверное самый-самый известный а вот где они собирают самые страшные риски вот как раз таки очень часто вот заказчики да когда но они узнают вот именно вас топ-10 они приходят говорят вот протестируйте нас на вас топ-10 поэтому ну и наоборот соответственно безопасники могут вам продавать тестирование у вас топ-10 просто потому что это на слуху потому что ну понимают как будет тестировать если ты говоришь я просто проживу секрете тестинг не упоминаю вас 10 могут не понять также у них очень много проектов по обучению по есть аппликашин секретиве кейшн стендарт который такой представляет из себя некий чек-лист который ты можешь использовать при разработке он достаточно такой общий да то есть выглядит как общее security requirement и но вполне неплохо но то есть там не знаю из требований там из примера допустим из того же да как я говорил есть если имплементируешь password reset соответственно тело и там токен но достаточно ли то есть вот это как чек-лист можно использовать есть у них замечательный гайд по тестированию на безопасность и соответственно там там вот прям прям расписано как проводить конкретную проверку то есть и соответственно как защититься то есть там вот если кто-то хочет углубиться в кризис тестирования особенно феба то вот прям самое отличное место это пойти туда ну можно конечно и курс разная которая покажет подробно как работать с тулами но именно вот вот по теории то есть хорошо там ну и там опять же да то есть сдался и описан неплохо поэтому по процессам тоже вполне может помочь есть еще security maturity модели одну из них а вас тоже разрабатывает это вот вот если вы хотите понять насколько на каком уровне по security вы безопасности вот что вы делаете а что вы могли бы еще делать или что вам нужно делать как раз таки вот maturity модель может вам помочь и даже но не просто вот понять текущие но и попытаться запланировать как вы дальше будете расти то есть вот там вот ну скажем так список активности которые по безопасности можно приводить и ну там там лучше наверно открыть и попробовать там там именно excel табличка это все сделано красивенько удобно и и можно выставить какой-то план куда вы будете расти по безопасности понятно мы ты как раз вот заговорил про конкретные проверки я знаю что ты подготовил демо можешь пожалуйста показать что что ты подготовил и как-то посмотрим что что можно сделать как проводить проверки какие-то и так думаю достаточно простое на у нас есть поле для идентификации на то есть для ввода логин и пароль мы конечно же хотим быть администраторами в системе да ну попробуем до админ админ что-нибудь такое горит нету такого юзера либо пароля чтобы им делать пытаться вести другой пароль ну наверное слишком долго там и хорошо теоретически мы там это все автоматизируем пишем но наверное ну может быть если повезет если пароль маленький мы это подберем еще какие-то варианты есть но зайти из-за настоящего пользователя а мы хотим сразу за админа я уже упоминал искали нет самое простое то есть мы хотим провести искали нет вводим как вариант ладно давай давай предположим что мы все-таки не знаем что его зовут админа и напишем какой-нибудь посложнее пейлоут то есть мы не знаем кто такой админ как его зовут но мы хотим залогиниться мы попробуем предположить что здесь искать используется в данном запросе наверняка нужно закрыть кавычку сначала чтобы выйти из текстовой части юзерный потом что мы хотим сделать у нас на скорее всего условия в этом искали запросе в изурнеем равно то что мы вводим and password равно ну соответственно тоже вот мы вот пароль мы хотим чтобы вот вот эти вот оба условия да как бы каким-то образом не проверялись как вариант мы можем сделать это вот таким способом да то есть мы говорим или ну один равно 1 и потом мы остаток строки комментирую то есть and password что-то там он проверяется просто не будет то есть мы говорим в нашем случае до в изурнеем равно пустая строка or один равно один это будет всегда труп соответственно у нас в все нам должна вернуться полностью вся база данных на всякий случай в пароль вбиваем что-нибудь нас если есть проверка пустой не пустой по пароль водится отправляем и мы залогнились как из ради уже хорошо уже как-то залогнились не зная никакого пароля предположим все-таки дать теперь мы знаем что у нас есть админ каким-то образом мы это выяснили но мы можем например более сложные запросы писать да мы можем говорить там в и зажим не равно юзер один например да и так по очереди откидывать юзера предположим что мы дошли все-таки что это у нас админ и сделаем чуть более простой запрос мы просто гриме зернейм равно админ закрываем кобычку и просто комментируем остаток строки опять же в пароль вбиваем что-нибудь и и мы админ то есть к сожалению к сожалению скейлинг акции уже пореже встречается бывает но но вот такой вот красивый вот я за лет пять не не видел то есть и скейлинг акции бывали но они уже где-то в более каком-то сложном функционале там на каком-то хитром делит или еще что-то но вот но случается и весь вот security тестинг там если он мануальный то заключается в том чтобы вот так вот сидеть пытаться там подобрать какие-то и скейлинг и проверять можно или нельзя и какие-то другие тоже ошибки безопасности проверять получается так все происходит то есть очень много вот уязвимостей много классов и измест именно на отсутствие валидации данных на сервере соответственно вот мы можем вот что-то вот там вводить скрель на и новый скейл если вас какая-то сервизация ездат в соответственно на атаки надя сервизацию на то есть когда диссерилизуется какой-либо класс мы можем взять внедрить свой собственный класс и он запустится то вот соответственно там вот да там вот это мы пишем различные полу да именно код какой-то это да добрая часть тестирования хорошо это была отличная дома спасибо и осталось несколько небольших вопросов на которые можно в принципе даже и быстро однозначно ответить вопрос первый это какие уязвимости наиболее часто встречались именно тебе наверное самые две основных это broken access control ну то есть когда мы можем получить доступ к чему-то к чему вроде как не должны были ну допустим админский функционал то есть берем и по прямой ссылочке чего-то делаем либо к данным который вроде как принадлежат другому пользователю и второе наверное достаточно часто это xs когда мы можем запустить java script код в рамках приложения то есть там отправить html плюс java script он где-то отобразится и и получаем запуск нашего хорошо следующий вопрос как ты считаешь какие части софта обычно наиболее уязвимы части софта ну или что вообще вот софте обычно сама в софте самые зимы здесь как бы так немножко трудно наверно зависит очень сильно от технологии потому что у каких-то конкретных технологий да есть свои болячки допустим если пишите на си плюс плюс там есть кинет буферов оверфлоу и от них там нужно защищаться то есть пишите на java буфер и флоу уже нету соответственно казалось бы все хорошо если говорить про этапы разработки где чего вот пропадает многие не знают что можно вот я вот рассказывал про издал сей да и вот можно делать в секрите активность вот где-то в начале еще некоторые соображаются что нужно включаться думать про security уже на конце и соответственно проводят только тестирование а вот из-за этого но очень много проблем по безопасности либо выявляется слишком поздно либо могут просто пропустить сюда и можем про них и не узнать соответственно вот проблемным местом вот является именно вот наш дизайн и вообще планирование то есть то что никто не пытается собирать требования еще на начале разработки и не пытается посидеть над архитектурой и попробовать понять что может пойти не так круто следующий вопрос такой интересный что делать если мое приложение взломали тут в первую очередь нужно понять как взломали ну то есть там может данные утекли а может вообще положили приложение да то есть каким-то образом наверняка вас должен быть механизм как-то понимать то есть есть некая как играл blue team который сидит мониторить что происходит приложение дальше будем надеяться у вас будут логи вы можете быть может понять как это произошло наверняка если у вас есть некий compliance вы должны публично заявить о том что вас сломали и да то есть оповестить всех иначе вам были прилетят штрафы и так далее так далее так далее в любом случае надо расследовать и и понимать как и что что утекло насколько большим были ваши проблемы вот если вы до этого не делали ничего секрете возможно у вас ничего не получится хорошо и финальный вопрос что ты можешь посоветовать тем кто хочет стать секьюрити инженером наверно первую очередь определиться вот вот каким конкретно да то есть когда люди приходят хочу в секьюрити это ну с учетом понимаешь да вот вот какой какая разбежка может быть очень трудно ответить на этот вопрос то есть каким секьюрити ты хочешь быть ты хочешь быть да все копсом ты хочешь быть тестером ты хочешь быть application security инженером либо архитектор а может и вообще compliance хочешь бумажки переворачивать поэтому в первую очередь определиться что а уже потом копать в конкретную область круто на этом в принципе все финальное слово будет за тобой ей слова тебе разрабатывайте безопасный код отлично лучше и не скажешь все с вами была mjc как обычно подписывайтесь на наш канал ставьте лайки также пишите в комментариях сталкивались ли вы security проблемами взламывали ли ваше приложение и еще увидимся